А уже, я думаю, к концу марта, в апреле уже начнутся наши контрнаступательные действия. Начнутся, думаю, скорее всего, даже лучше их начинать, наверное, после середины апреля. Это привязываться к Пасхе надо. Пасха как-то отрезает определенный период холодов и слякоть, и включается сухой период именно весенний. То есть Пасха у нас где-то в районе 16 апреля, а вот где-то с середины апреля есть смысл, или, может быть, во второй декаде апреля, там с 10 апреля, в зависимости от погоды, есть смысл, привязавшись к погоде, начинать уже наши контрнаступательные действия. Вот вы не первый эксперт, от которого я слышал, что именно хорошие подходящие погоды для наступления ждет вооруженная сила Украины. И вот о планах идти именно весной в контрнаступление говорит и высшее политическое руководство наше, и Зеленский, и Буданов, и Резников. У нас действительно уже с оружием все хорошо, что только потепление нам нужно ждать? Ну, с оружием хорошо никогда не бывает нигде. Много оружия никогда не бывает. Сказать, что у нас все хорошо, это лучше такого не говорить, потому что это никогда не будет соответствовать действительности. И всегда надо больше, больше и больше. Ну, есть определенные минимальные цифры, которые заявляли наше руководство, которые обязались обеспечить наши партнеры. Вот где-то к середине марта, к концу марта эти цифры будут обеспечены. Потому оптимальный вариант как раз после того, как полностью зайдет все железо, которое нам обещали, может быть вопрос, что-то таки решится и с авиацией, даже пусть и с МиГ-29, но модернизированными, которые могут нести определенные виды натовского вооружения. То как раз эта триада уже тяжелой техники, брони и авиации, она выполнит наступательную задачу по тем направлениям, которые будут определены нашим военным руководством. Но еще раз повторюсь, оптимальный вариант это все-таки начинать по шуху. После обещания распутиться, так как вот как сейчас россияне ввязнут в черноземе. Сам Донецкий знает, Донецкий чернозем это страшная вещь. Там танк может по башню закопаться в него и не вытащишь его ничем. Потому однозначно именно особенно на Донбассе, да и при Азовской степи примерно такие же. Пока не высохнут, лучше никаких наступательных действий не предпринимать, уничтожать россиян в режиме активной обороны, как мы это делаем. А уже по погоде начинать дальше не жить. Иван Григорьевич, вот вопрос к вам, как человеку связанному с военной авиацией, вы военный летчик, да? Сейчас очень много споров, ну все копии ломают, F-16 дадут Украине, не дадут F-16. И тут Буданов выходит с интервью и говорит, да вообще-то F-16 не панацея, нам совершенно другие самолеты нужны. Как вы считаете, вот панацея или нет для нас F-16, а если другие, то вот что действительно необходимо нам для того, чтобы успешнее бить врага с неба? Разведчик разбирается в авиации, как я в разведке. Вот я не буду разведку комментировать, не моя стезя. Ну а в авиации, да, далеко разведки до понимания авиационных процессов. У нас авиация, ее практически на данный момент можно сказать нет. Авиацию нашу разорвали в свое время, когда лет 20 назад было определенное переформатирование систем управления. У нас сейчас авиация подчинена воздушным силам. В воздушные силы входят зенитно-ракетные комплексы, то есть система ПВО и радиотехнические войска. И руководит этим всем, не летчик, руководит этим всем такой же самый разведчик, ну то есть сухопутный человек, который в авиации, ну не совсем разбирается. Ракетчики и, в общем, ПВОшники, они воспринимают авиацию как платформы для донесения ракет. То есть они работают ракетами. Либо ракеты у них стартуют с земли, и это тогда зенитно-ракетный комплекс. Либо ракеты у них стартуют с самолета, и это тогда просто платформа, которая эту ракету подносит к какой-то цели. Но они занимаются, у них, ну, менталитет такой, то есть люди, которые развивались и развиваются именно от этой задачи охраны неба. А авиация немножко не для этого, вернее, не только для этого. Авиация может работать как минимум по четырем направлениям. Это истребители, это которые завязывают воздушные бои в воздухе с любым самолетом. Это перехватчики, которые как раз вот выполняют задачи противовоздушной обороны, доносят ракеты, перехватывают определенные цели. Это бомбардировщики, которые несут бомбы и сбрасывают их на головы врага. Это штурмовики, это самолеты, которые в основном работают ракетами неуправляемые или управляемые ракетами по земле, уже также нанося определенные удары, но с помощью ракеты или пушки в зависимости от задачи. Так вот, F-16 это самолет, который может выполнять все четыре функции одновременно. То есть это такая платформа, которая может выполнить любую из этих функций. Естественно, имея вот такого рода платформу, мы решим все свои вопросы, тем более все-таки дешевый самолет, его очень много, их больше четырех тысяч штук, легкие в эксплуатации, и он уже давно летает. То есть он уже проверит. Глубоко модернизированный, нести может практически все типы вооружений авиационных. Потому разведчик, когда говорит о том, что нам нужны не такого рода платформы, допустим, а только штурмовики, ну он просто не в теме, не в теме, не глубоко в теме, будем так говорить. Потому что то, что он говорил о по десятых тандерболтах, да, это хороший штурмовик, хороший штурмовик, только это штурмовик, которого сбить можно с рогатки, так как у него большая проблема, если не потушена система противовоздушной обороны, это очень хорошая цель. Так же, как и Су-25, этот же тандерболт, система ПО, если работает, то это просто цель, это смертники. А вот для того, чтобы они не стали смертниками, оптимальный вариант как раз использовать F-16, у которого есть определенная система радиоэлектронной борьбы внутри самолета, встроенная. То есть он работает уже, уводя ракеты, выполняя определенные задачи. Он может нести, допустим, те же хармы, сначала выбивая один и тот же самолет на одном и том же боевом задании. Он может взять два харма, сначала потушить систему ПВО, а потом на головы высыпать бомбы, еще и добить ракетами управляемыми, потому что вот эта платформа. Ну, это вопрос как раз к летчику, а не к разведчику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова